здравствуйте дорогие друзья и с вами снова я александр шевчук и я константин черный и мы с вами подошли к 14 уроку курса c-sharp express и этот урок стоит в соответствии с пятым уроком из курса c-sharp essential этот урок называл назывался там массивы и индексатор ну больше больше к индексатором несмотря на том на то что на том уроке мы рассматривали массивы мы просто их повторяли просто повторяли и я думаю что если вы не знаете что такое массивы или забыли как с ними работать то его зацелаю вот именно к тому полному уроку а на этом уроке мы с вами рассмотрим такую конструкцию языка которая появилась c-sharp которая называется индексированные свойства правильно ну и сленговым мы их называем индексатор вот ну достаточно простая конструкция поэтому я думаю что я ожидаю что-то урок он будет очень коротким вот и костя тебе слово давай перейдем к презентации давайте посмотрим на нашу презентацию здесь нас говорится слайдов и примеров немного совсем здесь нас демонстрируется пример создания индексатора так что же такое индексируемые свойства ну на то она и свойства да что это обычное как бы с виду свойства которого есть метод getter метод setter только у этого свойства есть специальный набор параметров которые еще называют индексами на то есть мы по факту здесь создаем свойства со специальным именем this и набором параметров которые указываются как обычные параметры методов то есть тип значение то есть тип имя переменной через запятую в квадратных скобках а в теле у нас есть метод getter метод setter которые могут использовать вот эти параметры как будто они были бы параметрами какого-то метода вот таким вот образом по факту наш индексатор привязывается к экземпляру то есть он не создается отдельное свойство в котором будет уже вот эти вот параметры а именно к самому экземпляру мы в на примерах посмотрим как с ними работа теперь мы перейдем к примерам и здесь посмотрим как же все таки создавать индексаторы все на самом деле просто делаем какой-то приватный массив который мы будем оборачивать этим индексатором ну и пишем создаем по факту обычные свойства у которого вот здесь указывается вместо имени ключевое слово this дальше в квадратных скобках будет набор индекса в данном случае это какой-то интовый индекс методе getter и мы будем записывать вот точнее возвращать значение индексового элемента массива значение элемента массива по указанному и на указанному индексу да и метод setter будет соответствующее значение присваивать вот этим элементам массива то есть вот мы получим по сути на выход вот такой вот массивчик по индексу чтобы мы могли к нему получить доступ методе main мы создаем экземпляр нашего класса my class и обращаемся к индексируемому свойству вот таким вот образом имя как обычному массиву да то есть экземпляр вот имя экземпляра скобки открывать и здесь указывается на син и наш индекс вот поэтому здесь стоит ключевое слово this потому что здесь это что ссылка на экземпляр класса да вот есть нас здесь стоит и вот наш экземпляр поэтому вот я думаю вот поэтому разработчики выбрали именно такой синтаксис для индексаторов но потом записываем выводим соответствующее значение идем на следующий пример здесь нашем классе есть некий вот такой вот индексатор где добавлена дополнительная логика на getter и сам да собственно собственно так как индексатор называется индексированное свойство поэтому он служит таким же самым вот таким же стал как обычное свойство для полей так это для массива зачем защитить да конечно как аксессор таки мутатор они призваны защитить на чтение запись свои собственно какие-то ресурсы до переменами массив вот но здесь мы проверяем просто не вылезли ли мы за границы нашего массива внутреннего просто делаем проверочку да хорошо ну в программе выполняем присвоение значения и считывание ну вот здесь специально нарочно делаем доступ к тому элементу который у нас нет я по пятому индексу то нас вылетят соответствующие ошибки